Про Ил-2 знают многие, а про вторую знаковую машину Илюшина слышали далеко не все. Очередной раритет, модель фронтового бомбардировщика Ил-28. Продолжим сравнивать модели 50-летней давности с современными аналогами. И на обзоре у нас вторая ГДР-овская моделька в том же сотом масштабе. Прошлый ролик про ТУ-20 можете посмотреть по ссылке в описании, а в этом ролике постараюсь не повторяться, покажу те особенности, которые пропустил в прошлый раз. Моделька была собрана 40 лет назад, а затем разобрана на время переезда и все эти годы пролежала в коробке. Шасси крутятся, а вот спарка 23-мм пушек приклеен намертво. Клей держится крепко. Я не буду разбирать модель на части и собирать с нуля, скорее это будет реставрация. Данная модель важна для меня не с эстетической точки зрения, а как семейная ценность. Этот самолет собирал мой отец. Задача номер один – это зашпаклевать все щели, номер два – собрать недостающие запчасти и соединить все вместе. Ну и напоследок окрасить модель в дюралевый цвет, навести родные декальки из коробочки. Единственное, что необходимо отклеить – это прозрачные фонари кабин, чтобы иметь возможность окрасить фигурки пилотов и салоны внутри. Современный супер-жидкий клей является прекрасным растворителем, который позволяет отделить запчасти друг от друга без механических ухищрений. Какие преимущества старой ГДРовской школы бросаются в глаза? Первонаперво модель держится не только на клею, но и на технологии шип-паз, которая позволяет отделить крылья от фюзеляжа, разобрать подставку и сложить все обратно в коробку для перевозки или хранения. Соединение при этом очень надежное, легко стыкуется и крепко фиксируется. Для сравнения можно взять отечественную фабрику «Звезда». Они запустили целую серию моделей, которые можно собирать полностью без клея. В случае с танковыми башнями все прекрасно работает. Можно развлекаться перекидыванием башен от одного танка на корпус другого. Для сборки практически не нужен клей, его использование лицеобразно только на мелких деталях. Соединение крупных деталей происходит достаточно гладко и надежно, но вот разобрать модель обратно практически нереально. Пластик очень мягкий, шипы легко отрываются при попытке их вытащить. Данная проблема может показаться вам не критичной, особенно если вы не собираетесь часто переезжать с места на место. Но у нас становится болезненно, если вы случайно соединили деталь не в правильном порядке. Отсоединить и развернуть в нужную сторону не получится, запчасти отрываются с мясом. Остальные достоинства являются логическим продолжением недостатков. Например, пластик очень твердый, тяжело обрабатывается, зато очень крепкий, спустя 40 лет выглядит как новый, не разваливается и почти не выгорает на солнце. Краска серебрянка, входящая в комплект, сильно воняла и не могла похвастаться изобилием цветов. Зато выглядела один в один, как настоящая. Детализация по современным меркам не особо выдающаяся, много условностей и упрощений. Габаритные размеры немного плавают, в ряде случаев их осознанно изменяли в угоду удобства сборки или производства литников. Моделька получается немного детской, что очень неплохо для начинающих моделистов, любой ребенок справится. Моделисты постарше, кому хочется чего-то более сложного, всегда могут доработать модели, довести ее до состояния супер деталировки при помощи собственных рук. Например, можно сделать выдвигающиеся фары на гондолах двигателя. Декали превосходно сохранились и, как в случае 120, они хорошо наносятся. Может они и толстоваты по сегодняшним меркам, но меня вполне устраивают. Звезды я срезал несколько лет назад, использовал для реставрации другой модельки. Так что сделаем из Ил-28 поляка, благо бомбардировщик состоял на вооружении Польской Народной Республики. Если у кого-то в запасниках хранятся старые декальки, не спешите их выбрасывать. Есть масса способов возвращения их к жизни. Желтизну можно убрать при помощи ультрафиолета. От отклеивания очень хорошо помогает прозрачный лак, матовый или глянцевый. На ваш выбор. Типовая инструкция для ГДР-овских моделей. Кроме ТТХ и порядка сборки, в нее входит описание и рекомендации по сборке на разных языках. Про сам Ил-28 особо рассказывать не вижу смысла. Его исторические и технические особенности заслуживают отдельной лекции, а то и дву. Для тех, кто в детстве видел ГДР-овские модели, и хочет снова увидеть их у себя на полке, есть хорошая новость. Старые элитники сохранились и на их основе заново запустили производство. Можно заказать себе любую модель по почте. К сожалению, сегодняшний ценник совсем не социалистический. Дети больше не цветы жизни, детские товары при капитализме являются источником сверхприбыли. Жаба душит отдавать такое количество евро за кусок пластикой и картонку. Для заинтересовавшихся ссылку на сайт я оставлю в описании. Вот такая модель у меня получилась. Собрана из коробки и выглядит почти так же, как и 40 лет назад в старом серванте. Надеюсь, она простоит еще 40 лет и ее возьмет на реставрацию следующий моделист.